В течение последних, ну, наверное, почти двух месяцев из-за тяжелых погодных условий, пожаров, мы вместе занимались проблемами агропромышленного комплекса. Мы и так ими занимаемся, естественно, но занимались в таком более энергичном ключе. Я был в разных территориях, был на полях, на перерабатывающих предприятиях, и в Белгороде, и в Таганроге, в Саратове, в Воронеже, в Мурманске. По сути, вся палитра наших регионов, начиная от самого севера и заканчивая югом. На совещаниях мы рассматривали проблемы, связанные с последствиями аномальной жары, начиная, конечно, от уборки урожая до переработки и ценовой политики. Я напомню, что в этом году гибель сельхозкультур произошла на приблизительно 17% от общих посевных площадей, или приблизительно третьей площади зерновых культур. По оценкам правительства, пострадало 22 тысячи хозяйств. Огромное количество. Для того, чтобы с этой ситуацией справиться, мною был дан целый ряд конкретных поручений. Необходимо было создать нормальные условия для работы сельхозорганизацией, сохранить посевные площади, не допустить сокращения поголовья крупного рогатого скота. Задачи эти частично решены, частично решаются. Что сделано в результате на сегодняшний день? Отмечу пять позиций. Во-первых, было выделено 35 миллиардов рублей, из которых 25 миллиардов – это бюджетные кредиты, и 10 миллиардов – субсидии на покрытие прямого ущерба. В регионы уже направлено около 15 миллиардов бюджетных кредитов. 20 миллиардов будут перечислены до конца октября. Регионы сами самостоятельно нашли 10 миллиардов рублей. Сегодня я хотел бы услышать, каким образом используются эти средства. Необходимо, чтобы расходы по этим средствам были абсолютно целевыми, только на закупки кормов, семян, на минеральные удобрения, на горючие смазочные материалы, в общем, на те цели, которые, собственно, связаны с последствиями тяжелого лета. В бюджете текущего года на эти цели заложены миллиард 100 миллионов, в 2011 и 2012 годах – по 8 миллиардов ежегодно. Я рассчитываю на то, что это позволит реструктурировать около 100 миллиардов кредитной задолженности сельхозпроизводителей на засушливых территориях. Может быть, это самая главная цель, я неоднократно к ней возвращался. Нам абсолютно необходимо восстановить платежеспособность сельхозпроизводителей. Мы долго занимались этим вопросом, потратили значительные бюджетные средства в период начала работы над национальным проектом и впоследствии работы над государственной программой по развитию села. Я уже об этом говорил, еще раз скажу. Мы не должны потерять то, что было сделано за последние пять лет. Это неприемлемо. Я рассчитываю на то, что финансовые институты конструктивно и оперативно подойдут к этому вопросу, именно поэтому здесь присутствуют представители крупнейших банков, которые работают с селом. В-третьих, во-вторых, точнее, был решен вопрос по пролонгации кредитов и поддержки пострадавших регионов и проведения оземого сева в необходимые сроки. Уже перечислено приблизительно 70% от годовых лимитов по госпрограмме. Это более 70 миллиардов рублей. Ко мне обратились также аграрии с просьбой о субсидировании железнодорожного тарифа. Я давал поручение правительству, правительство этим занималось. В результате подписано постановление правительства о субсидировании железнодорожного тарифа на перевозке зерна. Зерна и продуктов его переработки. Уже в ближайшее время зерно с юга России и из Сибири будет доставлено в пострадавшие от засухи регионы. Хотел бы услышать, как сейчас осуществляются перевозки, что с логистикой, потому что основное, на что указывали товаропроизводители в ходе совещаний, это то, что образовались пробки, и они по каким-то причинам не способны протолкнуть зерно, не способны либо приобрести его, либо продать. Я знаю, что правительство следило за этими процессами. Хочу, чтобы вы мне доложили о том, что сделано. Ну и, наконец, мы продолжаем заниматься финансовым оздоровлением сельхозпроизводителей. В программе участвуют более 6,5 тысяч предприятий с общей суммой задолженности 21,4 млрд рублей. Это приблизительно три четверти этой задолженности. Это задолженность по налогам и сборам. Нужно продолжить эту работу. Ну и, наконец, последнее поэмбарго на экспорт зерновых культур. Эта эмбарго была трудным решением, но необходимым. Хотя эмбарго не является единственной мерой по стабилизации ситуации на рынке. Это понятно. Эта мера, и я уже об этом говорил, может быть отменена после окончательного подведения итогов уборочной кампании и вообще с пониманием того, чем мы располагаем. Жду, что правительство об этом представит необходимое предложение. Хотел бы отдельно обратить внимание контрольному управлению президента на то, что все поручения, которые были даны мною по итогам сельхозсовещений, должны быть исполнены в срок. Хочу, чтобы их держали на особом контроле. Параллельно с совещаниями я специально следил за ситуацией на продовольственном рынке. Практически в каждом регионе я заходил в магазин и смотрел, как выглядит картинка. Где-то эта картинка, может быть, была абсолютно объективной, где-то ее пытались приукрасить. Но в любом случае сверхдраматических изменений никаких нет. Это абсолютно очевидно. Кое-где есть рост по отдельным группам товаров. Особенно трудная ситуация сложилась с некоторыми видами круп, типа гречневой. Я знаю, что у нас этими вопросами начали заниматься антимонопольные органы и другие структуры. В общем, нужно разобраться, окончательно спекулянтов наказать. Но в целом ситуация достаточно сбалансированная. Очень важно, чтобы регионы, здесь у нас присутствуют руководители ряда территорий, чтобы регионы самым внимательным образом следили за тем, как складывается ситуация на продовольственном рынке, отслеживали ее буквально в ежедневном режиме, чтобы так называемые социальные группы товаров, включая социальный хлеб, некоторые другие, сохраняли те цены, которые запланированы. Это делается разными способами, путем предоставления скидок и путем других дотаций. Но такие способы поддержки малоимущих слоев населения, они почти везде используются. Я думаю, это правильно. Тем более, что мы с вами знаем, в части людей гораздо проще заплатить 20-30, а то и больше процентов, от цены на премиальные сорта хлеба, чем малоимущим заплатить, может быть, на рубль на два, больше, чем это, допустим, было в предыдущем месяце. Иными словами, хлеб, как и многие другие виды товаров, они должны быть разными, они должны быть и бюджетными, рассчитанными на малоимущий слой населения, но могут быть и другие сорта хлеба. И вот как отрегулировать, как сбалансировать вот эти позиции, это как раз задача губернаторов вместе с бизнесом. И еще несколько моментов. Мы с вами занимались страхованием, аграрным страхованием, и не только аграрным, я проводил совещание как раз здесь, в Москве. Теперь нужно довести это дело до конца, включая вопрос расширения застрахованных посевных площадей хотя бы на 50%. Делать это, конечно, нужно без принуждения, но энергично. Сейчас у нас, напомню, страховится приблизительно 17-20%. Причин много, погружаться еще раз не буду, мы их анализировали. Но в любом случае аграриев не придется подталкивать к страхованию, если взносы будут посильными, а гарантии страховых компаний будут выглядеть солидно. Сейчас нет ни того, ни другого. Компании должны в полной мере нести ответственность по такого рода страховым обязательствам, создавая и необходимые условия для перестрахования своих рисков по аграрным проектам, по сельскохозяйственному бизнесу и формировать в целом то, что называется цивилизованным страховым рынком. В этом контексте есть еще один важный вопрос – страхование жилья в сельской местности. Мы тоже об этом с вами говорили, я дал поручение. Такое страхование должно быть массовым. Если же говорить вообще о страховании жилья, то сейчас я жду предложений по изменению действующего гражданского законодательства в части возможного возврата конструкции обязательного страхования от пожаров. Вы знаете, мы от него отказались, исходя из того, что это не вполне, как принято считать, соответствует природе страхования, как добровольного обязательства. Но, тем не менее, все-таки определенные фонды необходимо создавать, и это лето нас в этом плане научило. На всех совещаниях, где бы я ни был, и в Таганроге, и в Воронеже, и в Оренбурге, и в Саратове, и в Мурманске, и в Белгороде, было много вопросов к нашим службам, а именно к таможне, антимонопольной службе, Роспотребнадзору. Я хотел бы, чтобы руководители служб проинформировали меня, как исполняются те поручения, которые были даны в ходе этих совещаний.